И сегодня у нас с вами тема такая, не просто так она, как обычно, появилась. Начнёшь жить, как только растворится живущий. Очень много таких высказываний, как наблюдать наблюдателя. Ты там, где твоё внимание. Твоя энергия там, где наблюдатель. Твои желания там, где твоя энергия. И всё в этом роде. Ребят, ещё, девчонки, скажите, пожалуйста, как меня слышно, потому что я уже начала разговаривать. Отлично. Слышно, всё, отлично. Но я бы, наверное, хотела зайти немножко дальше сегодня. И приоткрыть вот эту вот завесу, когда ты уходишь от состояния наблюдателя. То есть наблюдатель, это, наверное, как первая ступенька, как одна из первых ступенек, когда ты наблюдаешь наблюдателя. То есть ты не просто отслеживаешь свои видения, но когда ты наблюдаешь наблюдателя. И когда ты наблюдаешь наблюдателя, ты становишься тем миром, который есть ты, который твой мир. Но это не то состояние, к чему ты стремишься в этой плотности. То есть стремишься, наверное, это такое грубое слово, но тем не менее. Я бы, наверное, его употребила, чтобы было понимание. Но как только растворяется наблюдатель, как только растворяется любящий, Как только растворяется живущий, ты становишься любовью, ты становишься жизнью, и ты становишься этим пространством. То есть из этого состояния уже нет того, кто передает тебе наблюдатель, наблюдаемого. Получается состояние, что наблюдатель, наблюдаемого становишься ты тем пространством, в котором есть то, что живет. В котором есть та жизнь, которая просто происходит. Ты становишься не любящим кого-то, чего-то, не принимающей любовью. А ты становишься тем пространством, в котором есть все. Тебе не нужно уже будет отслеживать что-либо. Тебе не нужно будет интерпретировать. Тебе не нужно чувствовать то, что есть в этом пространстве. Потому что ты становишься чувством этого пространства. Ты становишься любовью и жизнью этого пространства. И это не про чувствование через ощущения. Это и есть то ощущение, которое есть в самочувствовании. Я сейчас постараюсь, чтобы это не было просто философией. Постараюсь сейчас донести вам простыми словами. Чтобы вы смогли через интерпретацию понять, что я имею в виду. Есть несколько ступенек. Одна из ступенек, когда ты есть ученик, который наблюдает за тем, как ты пишешь. Который наблюдает за тем, как ты решаешь. То есть тебе показали, как писать и как решать. Ты становишься этим учеником. Есть следующий этап. Учитель. Когда ты наблюдаешь за своим учеником. Когда ты ему даешь какие-либо инструкции. Знания. Опыт. Заботу. Ученик. И наблюдаешь, как он пользуется твоими знаниями, твоей заботой, твоей любовью. Который что-то делает и что-то решает, что ты пишешь. Есть наблюдатель наблюдаемого. Когда ты директор этой школы. Который директор через свое знание, свое благо, свою любовь. Который передает навыки своим учителям, которые передает это ученикам. А есть, например, в этом городе, да, мы говорим про эту плотность. А есть в этом городе тот, чья школа. Ему не нужно наблюдать наблюдаемого. Это просто как факт его школа. И он уже знает, что, например, директор сделает все, чтобы его школа процветала. Чтобы в его школе были определенные знания, навыки. Чтобы с его школы выходили ученики с определенным, ну так называемым, эмоциональным фоном. И он будет для этого делать все. Но вот этому главному по городу, ему не нужно туда углубляться. Ему нужно просто раздать ту любовь и ту благость, чтобы каждый, такой как директор школы, захотел жить в его пространстве, чтобы он не захотел выйти из его пространства. Пойти на реакорнацию тела. И вот когда ты становишься в этой плотности, этим владельцем главным, этой своей плотности, тебе уже не нужно заботиться о директорах внутри себя. Ты уже даешь это состояние себя. И когда ты славливаешь это состояние себя, как живущего жизни, то ты уже понимаешь, что твои директора на твоей энергии будут делать максимум того, чтобы остаться в этой школе. То есть ты сам внутри себя, ты уже становишься этой плотностью, пространством этой плотности, которому не нужно отслеживать, что происходит в этой плотности, потому что тот, кто находится в этой плотности, он будет через состояние тебя делать максимум того, чтобы не пойти на реакорнацию самого себя, своего тела, а взять максимум с этой плотности, чтобы пойти в следующую плотность самого себя. И как раз это про то, когда тебе не нужно отслеживать свои действия, свои эмоции, свое состояние. Это когда ты растворяешься в этой плотности, становясь пространством этой плотности, ощущением, чувствованием, всей той благостью, которой ты есть, вот этой плотности. И как только ты растворяешься, как только живущий растворяется в этой жизни, жизнь начинает течь ключом, как только тот, кто может любить, растворяется в этой плотности, эта плотность становится любовью. Как только наблюдатель растворяется в этой плотности, эта плотность становится энергией. Не нужно направлять точечно куда-либо энергию, потому что эта плотность становится уже всем тотальной этой энергией. Не точечно где-то, а просто этой энергией. И ты берешь не точечно какое-то там, ну, грубо говоря, свое желание, а ты становишься всем тем, что у тебя растворяются твои желания, потому что все есть уже ты. Это про то, что мы когда говорили, что желать можно только то, чего у тебя нет. И вот когда у тебя растворяется желаемый в этой плотности, в этой плотности желаемый растворился, то есть все желаемый растворился в этой плотности, эти желания растворились, потому что эти желания все есть у тебя, ты есть эти желания. Ты просто берёшь то, что нужно для тебя. Тебе не нужно отдавать, либо принимать любовь. Ты есть любовь всего этого пространства. Не знаю, ребят, может быть, немножко как-то непонятно. Дайте обратную связь. Можете голосом, можете написать, если что-то непонятно. Я попробую это раскрыть ещё с другой стороны. Пока молчание. Но знаете, ребят, как мы будем делать? Когда я вот в этом чате говорю, я говорю не те вещи, которые понятны всем. У вас они где-то внутри резонируют, но вы их через логический ум пропустить не можете. И это нормально. Это не потому, что кто-то тупой, кто-то не догоняет, ещё что-то. Потому что у нас изначально настроено так тело, чтобы пропускать это всё через ум, через голову. Именно поэтому у нас нет некоторых пониманий. Но где-то внутри ёкает. А что ёкает, непонятно. Поэтому будем делать так, что если кто-то захочет как-то прокомментировать либо какую-то тему вот в этом чате, в чате таких у нас, да, не совсем понятности и понятных, то вы пишите, а мы будем разбирать. И я бы хотела, чтобы вот этот чат у нас был как минимум один раз в неделю, чтобы были эфиры. Это не чтобы вас запутать, а когда вы уходите в глубину самого себя, даже не понимая, то какие-то другие вещи вам кажутся уже абсолютно нормальными. И через другие вещи вы можете подтянуться на другой уровень своего сознания, вот на такие не совсем нормальные, не совсем банальные темы. Но если есть вопросы, задавайте. А если нет вопросов, то я бы ещё подобную тему бы с вами развела бы, развела бы, наверное, в среду. И ещё подобная тема у нас, кстати, с вами будет в марафоне по депривации сна. Мы тоже уйдём немножечко в такую вот тематику, чтобы вы понимали, что грани между явью, пробуждением и сном, её как таковой нет. когда вы осознаёте, что происходит, когда вы понимаете, даже это понимание не через голову, когда вы ощущаете, что вы и там, и там мы об этом поговорим. И когда эта грань растворяется, то вы можете брать информацию с любого информационного уровня вне тела. И об этом мы с вами тоже поговорим. Но чтобы развить максимально состояние вне сна, чтобы вы могли выходить из сна, то вам нужно будет физически поднакачать тело. Это рождение аватара и пранафир. И там, и там мы тоже про это поговорим. Почему так важно физическое тело, чтобы принимать энергию и чтобы не выпускать энергии через... Мы очень часто выпускаем энергию через варикоз. Внутренний, либо внешний. У нас очень часто, особенно у женщин, женщина очень восприимчивая к вибрациям. Нет, ну они такие все, ага, эмоциональные, да? Очень часто, вот, как называть, сеточка, да, называется? Паутинка, сеточка, что-то такое вот. На ногах особенно бывает очень часто. Потому что многие, это же основа, через что мы получаем эту энергию. Вот, об этом мы тоже с вами поговорим. Почему тело разрушается через... Вот варикоз, это как раз когда тело не выдерживает ваших энергий. И об этом мы с вами тоже поговорим. Мы очень часто, думаем, что это просто какой-то механический момент. Но если мы его раскроем, то это будет сигнал. Можете назвать это сигнал души, как хотите можете назвать. Но тело это показывает. И есть, например, и женщины, и мужчины, которые, например, могут быть худенькими, или могут быть полненькими, неважно. Но бывает, знаете, вот вы смотрите, вот там полненькая там женщина, очень аппетитная, но у нее плоский животик. Думаешь, ну, блин, почему все так красиво? Я, например, там куда живот такой торчит? А это тоже не просто так. Потому что живо, которое находится в определенном состоянии вибраций и при определенной структуре тела она тоже вам сигнализирует. То есть каждый момент нашего тела сигнализирует о чем-либо. И я постараюсь вообще все, ну, не все, но, по крайней мере, базовые вот эти вот моменты затронуть в каждом марафоне, как бы какой марафон чего касается. Чтобы у вас было, чем больше у вас будет понимания вашего физического тела, тем больше у вас будет понимания, как себя раскрутить до определенных вибраций. Вот как-то так. Если вопросов нет, то, ребят, то я побежала на моречко. У нас в этом году зафиксирована аномальная температура воды 30 градусов. Она действительно не охлаждает, только вот вечером еще как-то более-менее чувствуется. Поэтому всех обняла. Если будут какие-то вопросы, какие-то непонимания, ребят, не стесняйтесь мне. Я здесь для того, чтобы свой мир сделать более осознанным. И чем больше вы будете задавать вопросов, тем ближе я к этому кайфу. Поэтому не стесняйтесь, не бывает глупых вопросов, не бывает вопросов, которые никому не интересны, только вам. Поверьте, каждый вопрос, он очень, очень значимый, очень цененый. И даже критика. Не бойтесь, критика это очень хорошо. Это вам кажется, что это критика. Это всегда шаг вперед. Я вас всех обняла. Кто опоздал, посмотрите начало, чтобы было понятно. Я поэтому и сделаю коротенький, чтобы вам не загружать с разных сторон. А я побежала. Всех обняла. Крепко-крепко. Продолжение следует...